салют с вами руслан компания триолинк наш сегодняшний гостья на нашем операционном традиционном столе это точка доступа компании за иксель который называется w x510 где за иксель предпочитает называть себя за иксель это реверанс в их сторону я по привычке всегда называл их и зиксель но вот пардон таким образом меня поправили сами представители компании и точку доступа для дальнейшего удобства повествования не я предлагаю обозвать коротко и ясно wax 510 точка доступа интересно как минимум двумя факторами о которых я чуть позже расскажу а начну я как раз с одного из них с того что она входит в экосистему не было flex продукты семейства не было поддерживают облачное централизованное управление для конца 2020 года это стало уже правилом хорошего тона обеспечивать облачное управление своими сетевыми решениями среди производителей этих решений и вакс 510 в полной мере этому отвечает что касается серии не было в целом интересное примечательно она тем что линейка в полной мере оснащена всеми нужными компонентами для строительства лвс и вай фай в экосистему не было входят коммутаторы управляемые естественно маршрутизаторы в том числе обеспечивающие высокоуровневые функции фаерволов это так называемая серия за их мол известные на рынке информационной безопасности продукт и собственно точки доступа вай фай благодаря такому наполнению продуктами этой системы на ее базе можно строить моно вендорное решение на предприятиях практически любого масштаба чуть позже в пределах наверно месяца может быть там двух ну до нового года точно должны успеть мы планируем снять обзорную экскурсию по продукции за excel серия не было в целом так что ждите обновление на нашем канале ну а сейчас непосредственно про нашу гостью давайте для начала ее откроем и рассмотрим что вложено заботливой рукой производителя в комплект поставки а уже потом поговорим про ее характеристики софт и прочие вещи поставляется за excel не было вот в обычной картонной коробке коробка кстати довольно тяжелая и связано это с тем что и сама точка доступа очень тяжелая несмотря на свои весьма скромные можно сказать арахитичные размеры точка доступа реально тяжело в руке она лежит такая как вот небольшая гантелька наверно под килограмм весом на верхнем торце логотип производителя отверстие для охлаждения внутренностей корпуса и небольшой светодиодный индикатор который естественно умеет менять цвет в зависимости от статуса устройства боковые торцы ничем не примечательную а на заднем торце расположен опять же огромное количество перфорации которая служит охлаждение устройства крепление для ответной части вот этой вот самый также здесь есть винт заземления и вот такая крышка обнажает доступ к порту ethernet и разъему для подключения блок питания блок питания кстати с точки доступа требуется 12 вольтовый и полутора амперный и кнопка reset расположена вот на боковом торце спрятана она среди вот этих вот отверстий для охлаждения помимо точки доступа в коробке небольшой набор макулатуры и монтажный комплект позволяющий установить точку доступа на пробную поверхность но на потолок или на стену с точки зрения дизайна 510 лакс выглядит хорошо собственно скругленная квадратная форма достаточно компактная не очень большой толщины и для того чтобы кабельный ввод не слишком так сказать бросался в глаза предусмотрено вот это вот аккуратная крышечка из после подключения к точке доступа кабеля закрывается крышка и если . доступа смонтирован на потолок то кабельного ввода не видно вообще если на стену то видимость опять же введенного кабеля зависит от того насколько далеко от места его вывода на стене устанавливать сама точка доступа ну и конечно еще раз упомяну до . доступа тяжелая реально очень тяжелая если сравнивать ее с одноклассницами то она мне кажется тяжелее раза в два наверное это несколько влияет на восприятие продукта поскольку как выражался один мой коллега да когда ты держишь такое тяжелое устройство то как будто бы моешь вещь да то есть это что-то такое надежная кандовая могучая сильно и так далее при случае кстати такой . доступа можно точно совершенно обороняться потому что разбитие кому-то голову вообще никакой проблем мне кажется не составляет давайте обсудим помимо ее возможности разбить кому-то голову все остальные возможности уже связанные с ее хардверной и программной частью поехали во первых точке доступа установлен двухдиапазонный модуль вайфай 6 поколения то есть она поддерживает вайфай 6 помимо вайфай 6 естественно поддерживать все предыдущие стандарты для обеспечения обратной совместимости начиная с 802 11 и и заканчивая естественно и си второго поколения то есть 802 11 и биджи эндиси и а x все она прекрасно умеет также внутри установлен впечатляющий антенный массив который возможно как раз и влияет на ее вот эти весовые характеристики антенный массив поддерживает конфигурацию мульти юзер мимо 2 на 2 и обеспечивает усиление в 5 децибел в 2 и 4 гигагерца и совершенно немыслимые 6 децибел в 5 гигагерцах таким образом благодаря вот этому антенному массиву точка доступа способна обслуживать реально большую площадь вокруг себя я неоднократно говорил и повторяю еще раз что разумной практикой является установка точки доступа на максимальной дистанции от беспроводного клиента в 30 метров но тем не менее вакс 510 способна это расстояние более-менее успешно преодолевать и расширять границы вещания примерно до 50 метров на открытом пространстве речь естественно идет о дистанции на которой возможно комфортное использование вай фай так вот у вакс 510 это комфортное использование вай фай возможно на 50 метрах от точки доступа к моему вязчему сожалению уже в который раз я выражаю этим недовольство в точке доступа установлен один порт ethernet с максимальной пропускной способности в один же гигабит это не в полной мере раскрывает возможности технологии вай фай 6 но тем не менее является такой вполне себе повседневной практикой среди производителей особенно из китая за excel в принципе из тайваня но по моему это одно и то же кстати забыл упомянуть что антенный массив установлены в точке доступа обеспечивает чувствительность на уровне минус 101 децибел чем собственно и обусловлена возможность работать с беспроводными клиентами на большой дистанции . доступа обеспечивает максимальную скорость соединения в 2 и 4 гигагерца в 575 мегабит в секунду и в 5 гигагерцах в 1 и 2 гигабита в секунду опять же что в итоге будет все равно упаковано в честный гигабитный ethernet порт из интеллектуальных фич софтвер на точка доступа поддерживает некой набор функций который называется за excel wireless оптимайзер в состав за excel wireless оптимайзер входит три технологии одна из которых позволяет планировать покрытие вай фай 2 который позволяет управлять радиофирм вокруг себя и третья фишка это обнаружение покрытия вай фай вокруг и снижение влияния интерференции на но главным преимуществом точки доступа все равно остается поддержка стандарта вай фай 6 внутри которого входят и технология о фдм а такой метод модуляции который позволяет передавать данные на несколько беспроводных клиентов одновременно в один тайм слот и поддержка бсс колоринг который позволяет игнорировать существование других сетей вай фай вокруг себя по принципу свой чужой так сказать маркируя трафик проходящие внутри своей сети и и игнорировать трафик других сетей то же самое время управление точкой доступа может осуществляться как я уже говорил с помощью облачного контроллера за excel не было он кстати до определенных масштабов практически недостижимых в абсолютно бесплатен и только профессионал функции требуют приобретение каких-то подписок но об этом чуть позже еще отдельно скажу также точка доступа может управляться как стендалон устройство и управляться она может с помощью веб-интерфейса а также с помощью интерфейса командной строки по протоколу ssh помимо этого естественно . доступа поддерживает протокол snmp для сбора с нее данных о ее здоровье все вышесказанное требует достаточно большого энергопотребления собственно в пике . доступа способна подъедать до 17 ватт и поэтому для того чтобы и запитать вам потребуется коммутатор или по инжектор который обеспечивает питание стандарта поя 802 и 3 а ф от и что опять же вполне обоснованно и до зайксель эта компания которая на берегу так сказать измеряет условное время наработки на отказ так вот данная точка доступа по заявлению производителя до своего выхода из строя до отказа должна отработать практически 640 тысяч часов немыслимое количество собственно позволяющие надеяться что эта точка доступа вполне себе доживет до стандарта вайфай 7 вайфай 8 вайфай 9 и так далее предлагаю ограничить свое повествование о характеристиках точки доступа вот уже вышесказанным и перейти к рассмотрению ее софтверной части поехали для того чтобы настроить точку доступа за эксель уакс 510d стандалон режиме нам необходимо первым делом подключить компьютер к ее открытым ssid подключаемся открываем ip-адрес 4 единицы и нас встречает мастер настройки он сразу же предлагает либо подключиться к облаку небула либо перейти в настройку стандалон режима и также позволяет выбрать язык интерфейса из всех ниже представленных языков мне ближе всего английский поэтому останавливаю свой выбор на нем и нажимаю стандалон мод после этого логинимся с учетными данными админ 1234 нажимаем логин и попадаем мастер настройки на первом шаге мы выбираем country код и часовой пояс нажимаем next вводим новый пароль для доступа к точке доступа выбираем способ подключения проводного интерфейса точнее способ его настройки либо статический айпи либо автоматически получаем от dhcp сервера нажимаем next на следующем шаге мы настраиваем оба частотных диапазона индивидуально в таких пределах значит во первых мы можем выбрать ширину канала для диапазона 5 гигагерц она может быть либо фиксированной 20 мегагерцовые либо 20 40 либо 20 40 80 оставляем пожалуй последний вариант можем вручную выбрать канал список доступных каналов у вас на экране их целых 12 но я пожалуй оставлю эту задачу на плечах самой точки доступа можем выбрать канал в 24 гигагерца и можем вручную настроить мощность передатчика как видите она может составлять до 30 децибел но я пожалуй и занижу поскольку нет никакой нужды в таких высоких значениях и нажимаем next на следующем шаге мы выбираем с с айди который будет вещать точка доступа как ведь их может быть до 8 я настрою только один задаем сам с а с айди вы его было или за вы улакс 510 д статус может быть либо активный либо отключенный можно выбрать вилан сразу же и можно выбрать частотный диапазон вещания либо двух диапазонный либо 24 либо 5 гигагерц раздельно я оставлю пожалуй 5 гигагерцовое вещание только и можем выбрать security type либо в по 2 либо open и также нам необходимо будет ввести пароль это при условии что мы будем использовать в по 2 персонал можно также сразу же переключиться на режим в по 2 enterprise и настроить радиус сервера напоминаю вам что пароли типа того что у меня на экране использовать ни в коем случае нельзя мне для экспериментов можно поскольку по их окончании я погашу точку доступа а вам ни в коем случае обязательно задавайте сложные пароли для доступа к вашим беспроводным сетям нажимаем ok нажимаем next и на последнем шаге мы видим список тех настроек которые выполнили в рамках работы мастера нажимаем кнопку save точка доступа предупреждает нас о том что новые сайте который мы задали будет доступен примерно через 30 60 секунд и надо обязательно не забыть перри подключиться к точке доступа по окончании и и настройки нажимаем ok и вот тут не забудьте то что на первом с вами шаге мы подключались к открытому ssid которая вещала точка доступа а сейчас мы с вами сами его же переименовали то есть нам теперь надо ожидать его появление в списке беспроводных сетей и переподключиться к беспроводной сети иначе дальнейшая настройка будет уже невозможна как видите у меня это сеть уже появилась я подключаюсь к ней вводим пароль который мы задавали там ssid и все подключение состоялось теперь у меня снова доступен ip адрес точки доступа напоминаю что логин с паролем мы с вами тоже поменяли пароль по крайней мере да и логи ним все уже под новыми учетными данными после входа в интерфейс настройки нам контроллер старается сообщить о том что неплохо бы подключить точку доступа все-таки как в системе небула но я отказываюсь от этого мероприятия поскольку у меня совсем другие цели и вот он собственно дашборд точки доступа уакс 510 значит ну глаза разбегаются откровенно говоря да потому что очень много различной информации есть информация об устройстве есть информация о загрузке системных ресурсов есть информация о неких ethernet neighbors да то есть соседек по сети ethernet есть информация о вещании частотных диапазонов в ds downlink статус системный статус информация об проводных интерфейсах информация о точках доступа но в общем вот такой богатый довольно таки дашборд кстати говоря еще и настраиваемый да то есть мы можем здесь частично эти дашборды убрать частично вывести можем их перемещать по экрану вот таким вот образом подстроив этот дашборд от себя удобно респект мне нравится но это лишь пока дашборд давайте перейдем еще в раздел монитор посмотрим что нам доступно там а там нам доступно значит список радио интерфейсов утилизация каналов и статистика загрузки и отдачи данных в разделе network статус мы видим информацию проводных интерфейсах можем запросить кстати говоря новый ip адреса dhcp сервера в разделе wireless station info можем посмотреть список беспроводных клиентов которые подключены к точке доступа вот собственно видно мой компьютер сейчас до который подключен по вероятно n стандарту к сети 5 гигагерц давайте кстати сразу же подключим еще мой мобильный телефон и заодно измерим скорость соединения я запишу вам обязательно этот процесс на видео тоже он будет вот у нас сейчас на экране и перейдем раздел vds link-info здесь должны быть видны точки доступа подключения по технологии vds у нас их нет поэтому нам здесь посмотреть совершенно нечего детекта девайс позволяет посмотреть список обнаруженных рог точек доступа так называемых да то есть враждебных те которые клонируют наши с айди с какими-то злонамеренными целями френдли точки доступа и не классифицированные точки доступа здесь пока информации никакой нет поскольку детекция в автоматическом режиме еще не выполнялась вручную я ее тоже не запускал и раздел лог содержит себе такой достаточно подробный блок который и конфигурирование точки доступа охватывает и какие-то другие смены системного статуса тоже окей самый интересный раздел для нас это configuration состоит он из ряда подразделов начнем с network позволяет он настраивать ipv4 ipv6 адреса либо dhcp либо статические раздел вилан позволяет настраивать виланы раздел storm control позволяет включать собственно только двумя чекбоксами бродкаст и мультикаст storm control разделы си discovery посвящен настройки контроллера и и можно выполнять либо автоматически либо вручную задать айпи адреса контроллера либо вообще переключить в режим дизейбл не контроллер не будет поэтому я сделаю дизейбл и применю эти настройки и ncc discovery это собственно не было control center точно так же как и и си discovery позволяет обнаруживать контроллер набула следующий подраздел варс состоит еще из четырех подразделов и пи менеджмент позволяет настраивать собственно все что касается наших радио интерфейсов ssid частотные диапазоны и мощность передатчиков позволяет создавать vds сети позволяет настраивать радиомодули в режиме репитеров и так далее подраздела rogue ip как мы с вами уже посмотрели в статусе устройства может детектировать rogue ip и и также осуществлять их какое-то подавление да вот функциональность примерно можете себе представить исходя из списка параметров которые нам позволяют собственно настраивать этот раздел в этом разделе раздел load balancing позволяет нам настраивать механизм балансировки нагрузки он может выполняться в нескольких режимах либо по количеству подключенных клиентов либо по объему трафика либо на базе smart classroom раздел dcs собственно вот к сожалению в интерфейсе это не расшифровано но он на самом деле расшифровывается очень просто это всего-навсего динамик channel selection если вы нажмете вот эту кнопочку dcs now то точка доступа просканирует радио эфир и выберет наименее загруженный канал из эфира подраздел object позволяет настраивать пользовательские учетные записи для доступа к интерфейсу настроек точки доступа есть еще подраздел setting который позволяет создавать еще и группы пользователей user type и так называемые и различным образом конфигурировать параметры относящиеся к подключению к точке доступа ap profile здесь содержатся профили быстрые профили для запуска на различных радио интерфейсах раздел vds profile ну понятное дело что относится к технологии vds это если вы хотите на базе этой технологии строить бесшовные так называемые сети человек конечно же никому не советую и раздел certificate позволяет настраивать сертификаты и сертификационные центры связанные с этой точкой доступа следующий подраздел system позволяет менять в секции хостные наименование точки доступа это ее над bios имя и другие над bios параметры power мод это параметр который позволяет включить максимальную мощность на точке доступа если у вас коммутатор поддерживает высокоэнергетический поя то включать его смело да и точка доступа повысит как бы мощность свою не знаю зачем честно говорят нужно но раз есть то имеем возможность пользоваться раздел date time посвящен настройке точного времени и даты на устройстве раздел 3w позволяет настраивать http и https серверы с помощью которых мы осуществляем конфигурирование устройства ssh включает выключает ssh переназначает ему порт и опять же может управлять сертификатами раздел телнет в то же самое касающиеся протокола телнет ftp snmp свойства и назначения так сказать всех этих параметров нам вполне себе понятны и раздел log and report достаточно интересный поскольку здесь можно настроить ты или репорт и его автоматическую отправку на заданный имейл адрес например на имейл системного администратора каждодневные отчеты таким вот примитивным образом можно отправлять в автоматическом режиме и подраздел log settings позволяет настраивать собственно логи глубину и их отправку куда-либо и взаимодействие с серверами syslog ну и последний глобальный раздел на точке доступа это maintenance позволяет управлять файлами стартап конфига систем дефолт конфига позволяет управлять прошивками прошивки кстати говоря обновляются только вручную то есть нет автоматической связи с сервером производителя поэтому вот можете проверить актуальную версию да если она не самая распоследняя то естественно рекомендуется точку доступа обновить подраздел shell script позволяет выполнять скрипты но опять же это выходит все далеко за рамки той задачи которую я пытаюсь решить вот этим микрообзором так сказать подраздел диагностики сразу же предлагает вам нажать кнопочку collect now для того чтобы собрать диагностический файл у нас . доступа работает вполне себе корректно поэтому диагностировать нечего идем дальше лет позволяет настраивать лет индикатор на точке доступа опять же если она находится к примеру у вас дома и допустим спальне данном потолке то конечно вам наверное бы не хотелось чтобы она целую ночь светил вам глаза вот этим своим зелененьким светодиодным индикатором его можно отключать или можно запустить локатор который будет в течение нескольких минут мигать этим светодиодным индикатором для того чтобы вы могли обнаружить точку доступа среди других если у вас их много на столе к примеру идентифицировать какую конкретно вы сейчас настраивали можно как раз с помощью вот этого локатора антенна очень интересная кстати функция смены конфигурации антенны если вы устанавливаете точку доступа на потолке то она должна быть в режиме sailing если на стене то в режиме wall смена этого параметра меняет поляризацию антенны поэтому не пренебрегайте если в вашей инсталляции используются как потолочные так и настенные способы монтажа точки доступа то обязательно потом верным образом эти параметры настройте на каждой точке доступа reboot все понятно . доступа перезагружается шутдаун все понятно . доступа выключается последнее на что бы хотел обратить внимание на часть меню вот сверху есть wizard есть help есть форум есть сайт map если бы у нас в сети было бы энное количество сетевых устройств здесь бы мы бы могли бы посмотреть собственно карту сети которую видит точка доступа раздел кли открывает доступ в интерфейс командной строки на точке доступа это такой реверанс сторону любителей фирмы микротика и и продукции который тоже позволяет настраивать свои устройства тоже и из графического интерфейса из интерфейса командной строки все в рамках одного так сказать вот веб-интерфейса или интерфейс в винбокс как случае с микротиком также и у за excel вы можете находясь в веб-интерфейсе точки доступа использовать интерфейс командной строки ну и собственно кнопочка небула которая отправляет вас на портал небула к которому можно подключить эту точку доступа и уже осуществлять ее конфигурирование и мониторинг через него на мой вкус интерфейс может быть слегка сложноват для восприятия особенно теми специалистами которые видят его там впервые или около впервые слишком много различных функций рюшечек и фишечек но тем не менее интерфейс вполне себе отзывчивый вполне шустрый пользоваться им достаточно удобно логика всех меню продумано достаточно неплохо ты не путаешься и не пытаешься с трудом разыскать нужную тебе функцию в общем мне в принципе интерфейс понравился на твердую четверочку он вполне себе тянет перед тем как традиционно объявить цену на устройство хочу сделать еще пару небольших замечаний зайксель это достаточно зрелая компания которая берет у производителей класса а все самое лучшее так сказать из их практики и посему к этой точке доступа можно приобрести во первых сервисный контракт который обеспечивает ее замену на следующий рабочий день next business day replacement так называемый во вторых зайксель продает сервисное обращение в свою службу технической поддержки приоритетные сервисные обращения в службу технической поддержки с помощью которых вы можете обратиться к производителю и он осуществит вам всестороннюю помощь в пусконаладке вашего решения базирующегося на вот этих вот точках доступа да это все стоит отдельных денег но тем не менее это достаточно ценные сами себе вещи да когда у вас за спиной помимо вашего опыта системного администратора или системного интегратора есть еще и производитель который готов прийти на помощь еще и за довольно скромную плату ну и да можно приобрести также профессионал подписку так называемую на облако не было профессионал подписка позволяет во-первых убрать лимит количество системных администраторов вашей экосистемы в бесплатной версии подписки их может быть не более пяти то время как платная снимает это ограничение полностью тем самым опять же я хочу сделать на этом акцент зайксель предполагает внедрение своей экосистемы своих продуктов на предприятиях абсолютно любого масштаба если речь идет например там про компанию имеющую даже большой офис там к примеру 500 человек не работа но тем не менее это один всего на всего офис то тут все понятно штат системных администраторов можно ограничить вполне пятью людьми и для пяти человека обеспечить доступ в интерфейс управления инфраструктурой в то время как например какие-то крупные ритейловые компании ну скажем просто для примера да они не заплатили нам за рекламу и мне они не нравятся но тем не менее для примера компаниям видео у которой по всей россии куча различных магазинов и везде куча различных айтишников которые сопровождают работу этих магазинов у них штат системных администраторов выходит далеко за рамки даже нескольких десятков человек и посему для них возможность приобрести подписку снимающую лимит системных администраторов инфраструктуры очень полезно и кроме того не было про позволяет собирать логи как пользовательские так и вот инфраструктурные со всех устройств семейства не было до 365 дней что открывает вообще практически безграничные возможности для аналитики этих данных и позволяет следить за здоровьем системы в том числе в ретроспективе на год назад собственно вполне себе солидное решение опять же и это солидное решение стоит всего-то около 35 тысяч рублей если речь идет конкретно про эту точку доступа стандарта вай фай 6 на сегодняшний день это меньше 500 долларов сша за точку доступа которая поддерживает стандарт вай 6 которая обеспечивает усиление в 5 гигагерцах 6 децибел который обеспечивает чувствительность антенн на уровне минус 101 децибел и которая способна обслуживать одновременно примерно до 50 пользователей ну а мод в некоторых исключительных случаях даже до 100 да это ну можно сказать копейки взрослая зрелая солидная грамотно спроектированная грамотно выверенное решение которое на наш взгляд честно заслуживает четырех с половиной баллов полбалла я отнял по традиции за отсутствие в точке доступа хотя бы двух с половиной гигабитного порта ethernet тем не менее эти четыре с половиной балла они абсолютно честнейшие данным продуктом компания зайксель их заслуживает в полной мере респект уважуха всем чмоки